здравствуйте друзья наконец-то у меня появилась реальная возможность рассказать вам про новые датчики для экосистема умного дома сиоми производства окара того же бренда который производит замечательные выключатели производит даже свою версию шлюза уже две версии даже шлюза и он начал все уже имеющиеся датчики в экосистеме сиоми делать под своим брендом и немножко в своем дизайне и сегодня я расскажу про датчик температуры и влажности на самом деле не только но про это будет дальше от окара на самом деле он у меня уже находится наверное неделю вот видите вот квадратный датчик комплекте у него есть запасной скотч один скотч уже наклеен вот здесь находится батарейка сейчас я возьму какой-нибудь инструмент чтобы ее достать вот датчик вот здесь больше принципе ничего нет коробочку и забил кстати коробочка видите в таком вот интересном дизайне вот сейчас камера наведется какие-то даже не знаю настенные наскальные рисунки времен советского постмодернизма я бы так сказал но не суть сам датчик выполнен видите в таком квадратном стиле но достаточно узнаваемый с этой стороны у нас отверстие для датчиков и здесь у нас нарисован такой вот стилистический значок градусника с верхней стороны так сейчас опять я немножко наведусь извините вот видите маленькая кнопочка кнопочка она служит для сопряжения устройства с шлюзом пока я буду открывать датчик расскажу в двух словах почему я несколько дней даже наверное около недели я ничего не рассказывал о не делал этого обзора вот батарейка здесь видите под крышкой крышка также открывается как и на сяомишном датчике достаточно туговато при помощи монетки батарейка здесь cr2032 но я продолжу свой рассказ когда-то не они ко мне только приехали я такой весь гордый и спокойный кинулся добавлять их шлюзу и тут то я и задумался датчик автоакара нету я честно попытался добавить его как обычный сяомишный датчик температуры и влажности и он даже добавился и в устройствах в системе его просто-напросто не было после штудирования форумов опыда я понял что это не только у меня и вот наконец сегодня обновляя прошивку к шлюзу окара гейтвей сейчас я его одну секундочку покажу вот он у меня стоит несколько в таком тайном месте почему в таком еще использую сейчас фонарик для подсветку начать для подсветки иначе ничего не было видно потому что он питается через упс вместе с остальным моим хозяйством так вот именно сегодня пришло обновление прошивки именно для этого шлюза окара и после того как я ее обновил у меня в устройствах появился ранее добавляемый мной вот этот вот датчик температуры и влажности который добавлялся но в устройствах не появлялся вот видите я щас ближе подведу вот он у меня появился я уже его назвал прихожая барометр и здесь никакого значка нету просто вот такой вот значок миджа если на него нажать загружается похожий уже плагин однако есть одно но смотрите что внизу давление напомню что в плагинах стандартных сяомишных датчиков этого давления нету есть только температура и влажность и поэтому давлению также строится тренд так прошу прощения вот видите это у нас по температуре и влажности это у нас тренд видите сейчас верху попробую навестись камера наводить видите это давление хумитюр написано типа влажность температура здесь давление и рисуется вот такой вот тренд то же самое в разрезе дня недели и месяца все на китайском языке также хочу сказать что здесь имеются smart сцены вот сейчас у меня пока нету их не добавлял есть четыре вида действий здесь все на китайском но знаю как работает плагин под мехом здесь несложно разобраться верхнее действие это температура ниже чем дальше второе у нас действие это температура вернее вот это ниже чем 1 выше чем да здесь то же самое для влажности если влажность более по умолчанию 70 процентов или влажность менее чем по умолчанию вот 30 процентов то есть сценарии те же на давление никаких сценариев нету есть сценарии только на температуру и на влажность ну и вот собственно говоря в плагине сейчас тоже наведусь резкость вот видите вот он отображается как обычный датчик но по нажатию выходит все-таки три значения давления ну надеюсь что сделают сценарии какие-то и на давление тоже хотя какие там нужны сценарии я даже не знаю но факт тот что датчик добавился и теперь можно смело его покупать и подключать к системе по крайней мере он уже работает вот что я еще хотел бы с сам процесс подключения так как этот датчик у меня подключен я возьму еще один датчик у меня их на самом деле 2 как получилось что я набрал этот датчик я еще даже не открывал кстати обратите внимание видите нижнем углу коробки нарисовано что здесь в данном случае это датчик температуры если это какой-то другой датчик соответственно будет изображение другого датчика вот еще один точно такой же датчик и сейчас я его на ваших глазах постараюсь подключить причем уже к шлюзу не окара а к первому стандартному круглому шлюзу для того чтобы посмотреть подтянет ли этот датчик система дома тикс и так действие совершенно стандартные добавляем subdevice и здесь видите внизу появились уже устройство атака рано не все вот после штор появился датчик движения кара датчик открытия и датчик температуры то есть кнопки еще не хватает к сожалению выбираем датчик окара китай и заговорить что-то по-китайски удерживаем кнопочку маленькая нажать трудно есть поморгала что-то она нам китай и за что-то сказала и ждем сейчас должно по идее но есть connected все выбираем комнату какую-нибудь ну и название комплит вот у нас еще появился один датчик сейчас посмотрим появился ли он в перечне устройств да вот пожалуйста еще один датчик также с тремя как мы видим значениями вот сейчас я тогда запущу систему дома тикс и посмотрим появилось ли новое устройство в дома тикс и это опять я забыл показать еще одну вкладочку плагина с красивыми такими видите знач очками температура влажность процентах и давление а теперь сейчас будем смотреть дома тикс и зависимости от результата еще сам не знаю какой он я вам сообщу видит дома тикс этот датчик или не видит к сожалению вынужден сказать что в дома тикси нет этого устройства вот нужно посмотреть не используется не используется все со старыми dx все устройства последние выключатели это добавленные мной виртуальные выключатели и пинговалки несмотря на то что данные с этого датчика только что обновлял это сделать несложно просто на него подышать вот он сразу покажет высокую влажность и несколько повышенную температуру то есть данные обновились на шлюзе но в дома тикси он не появился так что дорогие друзья пока на данной версии дома тик за у меня она стоит 37995 вот сверху обновлена видите сегодня вот самая последняя версия беты дома тикса шлюз окара не виден вернее не шлюз окара датчик температуры влажности не виден шлюз кстати тоже не виден окара у него нет режима разработчика но про него и несколько позже напишу обзор где все расскажу да что касается размеров датчика вот сравнимо с датчиком системы сяоми видите в принципе по размеру они практически одинаковы с тем отличием что датчик от сяоми круглый а датчик какара квадратный на этом можно заканчивать для завершения я еще покажу его физический размер вот три с половиной сантиметра примерно 36 сантиметра а вот в принципе на этом все то есть мы имеем более продвинутую версию датчика температуры влажности и давления то есть по сути это уже барометр скорее не датчик влажности и температуры вот он работает уже и на первыми на втором шлюзе правда после обновления шлюза окара я не уверен если у вас нет такого шлюза подтянется ли он просто на шлюз вот вот этот обычный круглый я не знаю честно говоря у меня появилась эта особенность после обновления прошивки именно окаровского шлюза вот так что как он будет появляться в системах без него честно говоря я не знаю но надеюсь что все таки он должен быть если не сейчас то в ближайшем времени на этом все дорогие друзья надеюсь было интересно задавайте в комментариях свои вопросы постараюсь на все ответь до новой встречи если вам понравилось жмите лайк подписывайтесь на канал чем больше вас тем больше у меня желание писать свои обзоры до свидания